всем привет сегодня будет такое не самое обычное видео один наш знакомый попросил помочь ему продать его автомобиль мы продажей не занимаемся но помощь со своей стороны которую сможем мы оказать можем сейчас в этом видео мы полностью осмотрим его автомобиль сделаем хорошую качественную диагностику проверим на ошибки и пробег и это видео мы выложим у нас на канале если кто-то заинтересуется этим автомобилем вы можете связаться с нами мы дадим контакт и продавца это у нас сэшка 12 года так ты уже стал подключаться чтобы посмотреть что посмотреть на предмет ошибок и на все и пробег так как сейчас продает автомобиль скажем так 2 владелица автомобиля то проведите проверить так также пробег было бы очень актуальным что у нас максимка у нас профи по мерседесам докопается до всей до самой сути у него вот проверку он делает вот таким вот московским сканером поэтому ждем сейчас результат диагностики я пока покажу автомобиль скажем так изнутри и снаружи у этого автомобиля недавно была неприятность у него во дворе вытащили противотуманки и и и и и и вытащили противотуманки по моему что-то еще было такое но все бумаги есть заказ снаряда в автомобиле сейчас мы посмотрим что у него делалось за последнее время где проходилось то и и как он вообще обслуживался так кстати прикольно она закрыта сейчас понятно панорама закрыта хорошо ну давайте пробежимся по кузову начнем с капота 91 Играет музыка Очень часто обращаю внимание, что подборщики тыкают вот так вот в несколько мест 2, 3, 4. Не забывайте проверять, скажем так, окрас под ребром, если оно есть, над ребром. То есть очень часто косметические окрасы делаются именно по какую-то линию, по ребро на кузовном элементе. Играет музыка Кузов у нас получается целый родной. Стекла у нас по кругу идут все родные. Сейчас, стоп, еще непонятно все ли. Так, 12-й. Стекла по кругу у нас стоят все 12-го года. Значит, из оптики обвеса МГ. ПТФ-ки ставились новые, заказывались, как рассказал владелец бумаги. Сейчас он сказал все есть в бардачке, все это посмотрим. Оптика у нас без сколов. Оптика у нас без сколов. Без сколов. Далее. По заднему бамперу вот есть притертость, легкая, обо что-то. Задняя оптика тоже у нас без сколов. Так, давайте посмотрим, менялись ли здесь какие-нибудь элементы по кузову. Автомобиль продается с вторым комплектом резины. Два колеса здесь, но два еще не поместились. Так, ПТФ-ки, которые не подходят к обвесу МГ, были куплены зря. Следов снятия нет. Откроешь кабот, пожалуйста. По капоту, что могу сказать по крыльям и капоту? Крылья у нас не трогались. Так будет виднее, наверное. Крылья у нас не трогались. По капоту могу сказать, что это точно оригинальный капот. Он здесь не менялся. Это крыло также не трогалось. Бирка на 6-й число 11-го месяца, 16-го года, 63-й пробег был. С двигателем сейчас закончу, включу камеру дальше. Просто неудобно камеру держать и лазить там. Нужны перчатки. Подтеков по двигателю никаких нету. Все сухо. Жидкости все в норме. Двигатель работает ровно. Сейчас закончим диагностику, скажем, вердикт. По электронной части автомобиля. И пробег. Очень интересен пробег этого автомобиля. Что могу сказать? Комплектация, конечно, это двигатель 1.6 на 156, кажется, сил. Или сколько он там сейчас, секунду. Получается, это 1.6-156, да? Да. Да, отлично. То есть, такой простенький достаточно мотор. Но тут есть у нас люк, стеклянная крыша точнее. Тут у нас обвес AMG-пакет, что тоже добавляет визуально очень, ну, как бы, скажем так, плюс 30 к внешнему виду. Два комплекта резины. Резина разноширокая. Второй комплект, он идет без дисков. Так, теперь давайте посмотрим, кстати, состояние дисков и колодок. Так. Диски у нас... Диски у нас уже с выработкой. На колодок осталось процентов 40. Не знаю, я бы эти диски еще не менял, но на сервисе точно скажу, что докатать эти колодки и менять. Передние. Что с передними? Передние у нас вентилируемые. Здесь новые диски стоят. Это явно новые диски. Колодки тоже новые. Абсолютно. Если, не знаю, видно, не видно. Колодки только-только поставили, видимо. Так, по дискам. По этому диску косяков вроде нету. Здесь вроде нету. Так, ну вот косячок есть. Один косячок по диску. И тут. Здесь косяков не наблюдаю. Отлично. Так, теперь давайте посмотрим салон. Просто уже холодно. Руки немного мерзнут. Хочется посмотреть состояние салона. Какой заявлен пробег у него сейчас? 70 тысяч, слушай. 70 тысяч. Показываю очень детально, очень близко, чтобы было видно все нюансы. На лаке зацарапанности нету. На кнопках затертости нету. Накладки в приличном состоянии. АУКС-USB. Вот это для чего? Утюг вода взвелать. Чего? Не знаю, для чего это. Здесь свои личные вещи. Так, у лиса нигде не потрескалась, нигде не затертая. Ручка в обалденном состоянии. Руль. Тоже без следов какой-то эксплуатации. А этот руль не перетянут, нет? У них такой есть он? Да, он на МГшке, только мы не отдал. Слушай, ну хорошая руль. Так. Так, строчку. Не всегда вот было интересно, когда смотришь машину. А вдруг он бах и не закроется. Классно. А зеркало освещения, кстати, блин, тут все такое как новенькое прям. Ни пятнышек таких, ни зацар... Ой, это я уже руками, по-моему, ляпнул. Я там чуть не собьюсь, если потыкаю здесь. Подожди. А, вот это освещение где. Это все работает. Это сзади у нас освещение работает. Это понятно. Это датчик, это... Ой, вот там вот грязно чуть-чуть. Что-то прислонили, видимо, мокрое. Состояние салона я в плане износа, да, в плане затертости каких-то. Здесь на твердую пятерочку. Ну, то есть, прямо на пять с плюсом. Прямо на пять с плюсом. Нам разрешили все смотреть. Сказали, можно все посмотреть, все поснимать. То есть, скрывать тут нечего. Так, это у нас что? Это не то. Так, это у нас все не то. Что у нас имеется? Двадцать третьего, десятого, семнадцатого. Фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салона, свеча зажигания, масло, жидкость тормозная, антифриз, спирт. На одиннадцать тысяч двести пятьдесят. Это было сделано ТО в десятом месяце. Сентябрь? Октябрь. В октябре. Это у нас что? Это, опять же... Вот не люблю, когда звонят во время видео. Так, продолжаем. Опять же, заказ снаряд по этому ТО. По этому ТО. Это у нас что? Автопрофис ТО. Решетка. Вот. То, что у него заказали, то, что у него во дворе украли. Решетка передняя, накладка хромированная, накладка хромированная, фара дневного освещения, левая и правая. На тринадцать триста вот этого декоративной фигни он заказал то, что у него стащили. Здесь у нас что? Так. Не буду показывать вам имена и номера. Значит, работа по заказу снаряду. Колесо снять, поставить, переднее. А, дырку заделывалось, что ли? Бесконтактная мойка. Чек на бесконтактную мойку. Далее. Точечничек. Кстати, а где здесь очки убираются? Куда? Здесь нету моей любимой штуки. Значит, последний сохраненный общий пробег это 70 тысяч 340-4 километра. Это блоки в замке зарыгания. Пробег здесь обновляется каждые 500 километров. То есть на последнем он был сохранен вот. А сейчас на одометре 70-660. То есть получается, что похоже на правду. Ну, да. Так, вин, наверное, не будем показывать. Так, поехали дальше. Сейчас зайдем по этим ТОшкам. То, что здесь все ТОшки в мозгах. Потом в конце, открой, дай мне вин. Надо сверить со всеми винами и с документами. Давай дальше по ТОшкам. Значит, первое ТО у нас было сделано на пробеге 15 тысяч 44 километра. Так. Да, вот вижу. Второе ТО на пробеге 30 тысяч 53 километра. Вижу. Третье ТО. На пробеге 44 тысячи 567 километра. Так. Четвертое ТО 53 тысячи 38 километра. Пятое 68-905. А у него по последнему есть, да, запас наряда? Да, у него есть. Посмотри, там сходится. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Даже интересно. Даже интересно. Это у него было... А тут дата стоит или что? Нет, дата нет. Пробег? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрю. Пробег 67. 68-905. 67. Но они округлили. Да, здесь, то есть округлили со слов. Видимо, да. Тут фиксируется именно, когда отметку делали в мозгах. Правильно? Ну да. Они сделали ТО, занесли ТО в мозги. То есть на 21 тысячи была сохранена какая-то ошибка. Ну, там, видимо, ее устранить-то устранили, скорее всего. Но вот она возникала на 21 тысячи 184 километра. Сейчас 70 тысячи 60. Еще какие-то активные ошибки давай. Есть? Сейчас, секунду. Так, замечательно. Слушай, осталось только проверить. Получается, всю электронику по салону, чтобы все работало. Люк я уже проверил освещение. Здесь я уже проверил. Вот она была ошибка на 30 тысячу сохраненной. Ладно, давай, убирай свои эти гаджеты. Давай проверим. По подушкам здесь все напряжение посмотрели. Точно так же напряжение, скажем так, оно в норме. И нет никаких пиропатронов и тому подобного. Но здесь и по кузову видно, что кузов в оригинале ничего не снимался. Мясничное. Да, здесь все родное. И, соответственно, дополнительно по подушкам точно так же мы проверили, что подушки они на месте и что они в свое родное напряжение. Сейчас, может быть, и смысл перенам покажем. Ну ты дотошный. Ты думаешь, тебе не поверят, если ты не покажешь? Вот, смотри, как. Все. Все, сел. Ну ты, ладно. По подушкам все нормально. Максим действительно это проверял. Показать, к сожалению, не удалось, потому что у него оба аккумулятора на ноутбук уже такие полудохлые были. Сейчас проверим всю электронику, что здесь все работает. Руль, все кнопочки, освещение все уже проверили. Саша, автомобиль у тебя, правда, классный. Вопросов по нему нет. Пробег здесь родной. Зря ты переживал. Ну, я скажем так, и по состоянию видно. У Мерседеса все-таки уже давно не такой износостойкий салон. Не будет здесь пробег как бы гораздо больше. Это было бы уже видно по каким-то косвенным признакам. По диагностике, Максим, скажи свой вердикт. По диагностике она чисто хорошая. То есть ошибок действующих нет. Есть только сохраненные в памяти. Но это на давних пробегах. Да. И лишний раз подтверждает о том, что пробег здесь все-таки оригинальный. По кузову. Раз здесь родной кузов. Нет даже косметических окрасов никаких. Притертость на бампере имеется. И меняли противотуманки и парктроники, потому что меняли... Потому что их вытаскивали не так давно. Но заказ снаряды бумаги на последнюю ТО есть. Вся история обслуживания достаточно честная. В мозгах есть все отметки по дилерским ТО. Состояние салона, ну можно сказать, безупречное. Все работает. Если кому-то этот автомобиль стал интересен, пишите нам вконтакте, на телефон, ватсапе. Мы дадим вам контакты продавца. Вы можете с ним связаться. Завести еще куда-нибудь на, если хотите, более профильную диагностику. Можно прямо в салон Мерседес. Мы порекомендуем, например, на кого-то из дилеров. Там еще раз все перепроверить. Автомобиль действительно стоящий. Все. Все? Да. Все. Все. Спасибо за внимание. Смотрите нас дальше. Всем пока. Спасибо.